Всего 40 минут от Калуги и мы в Бабынинском районе в одном из экопарков. Модный нынче агротуризм здесь представлен в концентрированном виде. Небольшие домики для любителей рыбалки и уединенного отдыха. Рядом каскад прудов с самой разнообразной рыбой и обязательной бани на берегу. Спортивная и детская площадки, коттеджи для больших компаний или семейного отдыха. Для желающих приобщиться к живой природе небольшой скотный двор и птичник. Отсюда, кстати, берутся и свежие продукты для местного ресторана. Особая гордость создателей экопарка – спа-салон с обязательным маникюром, солярием и различными процедурными кабинетами. В создание этой красоты инвесторы за три года вложили более 100 миллионов рублей. И содержание ее обходится недешево. И тут бы поддержать малый бизнес, но с этим пока не очень. Пока что нашли только льготы и субсидии от Министерства культуры и туризма. Никаких льгот по тарифам энергопотребления или еще почему-то для нас нет. Похожая история практически у всех предпринимателей, которые решили заняться агротуризмом. Купить или взять в аренду участок земли в живописном месте, в общем-то, не проблема. Были бы деньги и желания. Главная трудность – отсутствие инфраструктуры. У нас нет газа. Конечно, это да. Потому что рядом железнодорожная дорога, и она не давала согласования на проведение газа. То есть за нами улица, именно улица железнодорожная, все частные дома тоже без газа, как и мы. Мы электрические. Или же зимой мы отапливаемся на дровах. Вот это зимой нас выбивает из колеи сильно. А насколько это в общем объеме расходов, насколько большую часть занимает расходы именно на электричество, на дрова и так далее? 70%. Вот и приходится предпринимателям проявлять смекалку, чтобы привлечь отдыхающих. Традиционным баням, шашлыкам и рыбалке многие добавляют мини-зоопарки, где питомцев можно и покормить, и погладить. Наша потрясающая верандочка. Она, получается, прям висит над прудом. Если мы покормим лебедей, то они к нам приплывут. И это потрясающе, когда лебеди начинают целоваться, и получается сердечко. В среднем подобные базы отдыха рассчитаны на несколько десятков человек. Правда, пока запомнить все места получается редко. Но прирост клиентуры налицо. То ли санкции дает о себе знать, то ли у россиян проснулась патриотическая сознательность. В основном люди хотят отдыхать у себя в России. Потому что я настолько разговариваю с нашими отдыхающими. В основном все хотят отдыхать у себя в России. То есть никто... Ну, все зависит, конечно, по деньгам, по цене. Я всегда вступаю. Им всем нравятся. Эти люди, которые несколько раз у меня были, они возвращаются по-новому. Несмотря на трудности, агротуризм набирает обороты. Сейчас в Калужской области около 120 баз отдыха, экопоселений и экопарков. Готовых принять почти 70 тысяч человек. Региональное министерство как может старается поддержать своих подопечных. Одна из мер государственной поддержки – это выдача субсидий. Также на базах объектов проходят различные мероприятия, которых мы анонсируем. Также у нас есть сайт, на котором размещены все эти объекты. А еще чиновники задумались о создании агротуристического кластера. Владельцы хозяйств идею поддерживают. Оно и понятно. Сообща, выживать проще. Но самые большие надежды владельцы этих мини-гостиниц возлагают на жителей крупных городов, задыхающихся в каменных джунглях. Людям просто хочется отдохнуть. Им нужна тишина от этого шумного города, от суеты. Они просто хотят отдохнуть, хотят быть в компании. Банька же для этого существует. Ну, я не знаю, что. Хотите в лес ходите, на природу, отдохнуть есть где. Здесь очень хорошо. Пусть к нам приезжают, скажите. Сергей Коробков, Леонтий Ким, Владислав Никоненко, телекомпания НИКТВ, Дзержинские и Бабынинские районы.